Ну что, у нас тут маленькая фотосессия возле, я так понимаю, одного дома, из которого состоит весь город орбиты. Не знаю, сейчас мы его обкатаем весь, проедем, посмотрим, что это. Одна большая девятиэтажка, которая заброшенная, которая, скорее всего, что строилась для того, чтобы обслуживать электростанцию, которую мы проезжали. Но, увы, не понадобилось, точнее, не понадобилось такое количество людей для обслуживания этой электростанции, и просто-напросто этот дом стал заброшенным, вот и все. Это основная причина, по которой мое такое видение, почему этот дом стал заброшенным. Вот он стал интересен многим туристам, чтобы приехать сюда посмотреть. Так что, вот он, этот город-призрак, которого не найдете ни на одной карте. Ну, он есть на карте, но явных указателей в этот город вы на трассе нигде не найдете. Так что, вот он, этот город-орбитр. Я вам покажу, что внутри дома. Смотрите, обычная парадная, обычная многоэтажка. Наши, он пока фотографируется. Вот так вот, все разрушенное. Громнейшие коридоры. Лестницы. Интересно, жили ли здесь люди? Ну, скорее всего, что жили. И как долго они здесь прожили. И потом бросили, как говорится, этот дом и уехали. Интересно, сколько их здесь хватило. Пять лет? Десять? Сколько существует этот дом и этот город. Ну, сейчас пройдем, просмотрим. Я думаю, что очень давно он уже здесь стоит. Поскольку, видите, ступеньки, которые вот наверх можно было подняться. Одни уже половина просто отвалились. Думаю, что от старости. Короче, мы встретили жильца, который проживал в этом доме. Да, вот как ты говорил, что ты... Да, я два класса здесь учил. В этом доме ты на втором этаже прожил. Что здесь было? Для чего он строился? Здесь тепловая должна была быть. Дальше в проекте возник атомная. После Чернобыльская много бахнула. Но все начало... Все тут меньше и меньше людей начало жить. Меньше было работы. Была большая теплокраса. Вот так вот, 10 километров. Вдоль вот этой вот бутонки шли огромные трубы. Все это порезалось на металл. Ну, в общем, разокрали. Чего? Это... Большие мощности были. А в каком это году было? Ну, что... Смотрите... В 86-й? До 2000-го он уже практически распался. Здесь мало было людей. Там, покладыщи не было. В основном, я понял, для обслуживания гидроэлектростанции. Не гидро, а атомная станция. Да, тепловая. Здесь и порт работал. Здесь, ну, и Днепр, когда... Вот оно так... Я вспоминаю, я еще ездил в Черкасск и Светловодск. Вот, наверное, на теориях. Оно работало. Когда оно уже начало вот эти и строят, оно... Вот. А один дом здесь или сколько, или много? Нет. Там есть еще 5-этажки, но там люди живут. Горажи, сарайчики, там кто как может. Магазины, детей, да? Садики, школы? Не, не. Да, людей нет. Ближайшая, да, очевидно. Там, где Тубай, я вам советую посетить. Ну, там надо знать, как там. Можно со стороны дамы поделиться. Можно в Кустане. Тот, кто не знает. Вот вам и история. Сейчас по телефону можно все. Вот вам и история этого занятия. Ну, как вам ощущения? Не очень. Похоже на наш отель. Да, мы в таком же живем в Черкассе, понимаете? Вот такой отель мы нашли. Вот эта девушка нам сказала, я вам отель нашла, посмотрите. Она говорит, классный, говорит, будете жить в нем. Вот прикиньте, да? А вот это лифт, Серега, да? А я там кого-то. Где? Там. Кто? Привиденье. Шахта лифта, которую забросили, все вырезали. Вообще смысл этого больше. Алиса, если здесь кто-то не знает, то лифт, вот лифт, вот лифт. Какие же путешественники, как и мы, видите? В общем, едем мы по самому городу. Видите, там осталось все здание. Магазинчик какой-то. Бетонными плитами выложены основные, то есть, дороги по самому городу и нам. Вот местный парень, которого мы встретили, увидели. Также посоветовал, подсказал, куда заехать, заехать еще на ТЭС. На ТЭС ихний. Вот там остались пятиэтажки, которые тоже хорошие пятиэтажки, но сказал, в них люди живут. В них они остались, а живут. Вот еще часть этого города пятиэтажками. Одно основное здание, которое осталось оброшенным и разворованным, это то, в котором мы только что были и про которое немножко вам показали в видео. А вот сейчас мы едем на ТЭС. Вот видите, там труба, в которой мы движемся, и там тоже что-то будет интересное. Поскольку этот город, ну вот, как мы услышали, от Барни был построен, не знаю, в каком году, но после Чернобыля, в 86-м году, до, как он нам сказал, 2000-го года, было полностью все разворовано, не разграблено. Но, что поделаешь, у нас тогда были такие времена, люди все на металлолом сдавали, срезали, пытались его как-то здесь прожить. Сейчас посмотрим, что у нас осталось от ТЭС. Здесь было каких-то зданий кучи, вон там осталось общежитие одно, с булпу. Видно тоже разграбленное полностью. Ну вот основная труба от ТЭС. Здесь, я так понимаю, трубы были, их разворовали полностью. Такая лестница. Дениска, не спеши, не заезжай, потому что тут, наверное, топик. Дениска, не заезжай. Спасибо. Спасибо. все просто перемололи как будто бы после каких-то военных действий на какого-то обстрела санечко у тебя все это так торопонит когда ты едешь сзади а вот теперь тупик развертайтесь да подождите запах я вам фотку сделаю у нас начало фонить прибор микро рентген показы даже радиация здесь есть вы видите прибор который измеряем так просто не стержни урана и он и так и бросился сами сказка рассказывает на самом деле такого нет мы просто взяли с собой прибор чтобы было нам интересно что будет дозиметр показать вот еще одно здание скоро скорее всего что он обслуживал также тэц что-то круто трехэтажное здание в котором скорее всего что находился какой-то персонал здесь тоже котельня наш старый знакомый уже видите вот а что здесь было вот тут производство видите от теплоэлектростанции просто зданием котором находился персонала что-то делали ну и здесь вот обычная болерн или еще что-то вот видите справа какое огромнейшее будет вот видите когда-то здесь хотели построить тэц да но она и была по сути и в этом же месте теперь делают не знаю ферму солнечных батарей жаль что мы не можем это окно открытым плохо видно непонятного много вот эта вся площадь огромнейшая заставлена солнечными панелями поэтому теперь электричество получают у нас вот так в принципе еще строят только но прикиньте каких это все масштабов и сколько сюда вкладывается финансов что мы стоим ты балдей да? нет 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 очень огромная территория под Херсоном есть огромнейшая ферма не знаю как правильно называть солнечными панелями и ну вот тоже строится но есть еще по Киеву и достаточно много но такое интересное непонятно почему выбрано место именно здесь недалеко от города Чигиры прошло все время так же холодную высоту мы можем залейшить исходя Bye- surfaces как в ночам ловичьи я